В Minecraft Legends у нас будет несколько ванильных мобов, которые вы уже знаете. Это криперы, скелеты и зомби. Также будут представлены деревянный голем, каменный голем, голем из точильного камня и мшистый голем. А остальные подробности вы узнаете в самой игре. Когда мы впервые задумались о Minecraft Legends, нам пришлось искать партнера, у которого был бы опыт создания стратегических игр. И тут мы столкнулись с Blackbird Interactive. У них было отличное резюме, и мы начали сотрудничать все чаще и чаще. Тем более, они уже были неплохо осведомлены о Майнкрафте. Мобы в игре будут по-прежнему узнаваемы, ведь будут иметь тот же внешний вид, но с небольшой изюминкой. Главным отличием стало то, что эти мобы не враждебны, поэтому герой в игре дружит с ними. Они становятся союзниками, в отличие от того, что вы видите в ванильном Майнкрафте, где они враждебны. Эта игра будет утопией, где у вас будут иные отношения с, например, Крипером, нежели те, которые у вас были с ним в ванильной игре. В ванилье, когда вы видите Крипера, вы боитесь и хотите быстрее убежать. Мы же должны были сохранить функцию взрыва, когда он приближается к чему-то. Также мы сохранили текстуру, пропорции, убедившись, что сохранили культовые черты лица Крипера. Мы пытались заставить Зомби улыбаться, однако к его характеру это вообще не подходило. Мы старались учитывать индивидуальность персонажей, так что... теперь у них есть шляпы. Да-да, мы дали им шляпы. Мы сделали их симпатичнее, милее, увеличили глаза. Я думаю, что команда аниматоров постаралась на славу. Причина, по которой мы все-таки решили оставить Зомби и скелетом шляпы, заключалась в том, что всем известна воспламеняемость этих мобов на солнце. Поэтому мы и оправдали наличие этих мобов днем. Так мы придумали несколько шляп, которые придали мобам уникальности и обыграли механику, которая позволяет им при надетом шлеме не гореть на солнце. Так что повеселитесь с этим. Это утопичный мир, где есть только поверхность. Все существа верхнего мира существуют в гармонии друг с другом. Однако затем в их первозданном мире появляется нечто под названием пиглины. Они нашли способ пересечь границу миров, чтобы опустошать и забирать то, что им не принадлежит. Мы сделали их такими, будто это дети, которые были оснащены ресурсами, чтобы делать то, что они хотели. Однако не были уверены, как именно. Так что эти ворчуные коротышки те, кого посылают первыми. Их много, но при этом они очень слабы. Да, это крошечные бобы, которые вступают скорее в роли комедийного элемента. Они такие маленькие, еще и держат оружие, которое явно им не по размеру. Анимация сделана так, будто они постоянно пытаются удержать равновесие. Нам нравится то, что вы можете спокойно различать разные орды Ирлингов друг от друга, но при этом сохранять общее понимание того, что они пришли из ада. В то время, как мы работали над этим в версии 1.6, адское обновление еще не вышло. Из-за этого, когда мы работали над пиглинами, нам приходилось постоянно следить за обновлениями, дабы идти в ногу с тем, что есть в ванильной игре. Мы должны были найти варианты создания совершенно уникальных вещей. Но при этом нужно было убеждаться в том, что их лор не противоречит истории мира Майнкрафта. Поэтому нахождение золотой середины стало постоянной проблемой. Но я думаю, что нам все-таки удалось попасть в точку, и это радует. Продолжение следует... Сэр, задание выполнено. Големы из точильного камня. Они чистые атакующие элементы, которые готовы в любой момент уничтожить вражеские отряды, дабы освободить место для деревянных големов, которые придут и помогут. А замшелые големы – это юниты поддержки. У них есть что-то вроде особо уводного эффекта, который исцеляет союзников или самого героя, если они попадают в область действия. Одна из вещей, которая бросается в глаза – милота всех этих големов, ведь они просто очаровательны. С точки зрения истории, имеет смысл то, что они выглядят безобидно, потому что это дружелюбный, утопичный мир. Чего они не знали – это то, что они обладают способностями, полезными на поле боя. В итоге у нас внешне невинные големы, но они гораздо опаснее, чем можно подумать на первый взгляд. Когда в процессе вы получаете других юнитов, становится заметна их направленность. Вы можете подумать – оу, ну скелет тоже является единицей дальнего боя. Вы будете учиться методам проб и ошибок. Вы сможете сами понять, когда лучше использовать деревянного голема, а когда скелета. Однако вы сможете играть по своим правилам и использовать тех юнитов, которые вам больше нравятся, ведь каждый из них сможет предоставить вам свои особенности. Субтитры создавал DimaTorzok